Здарова, ребята! И сегодняшнее видео посвящается всем тем бедолагам, которые когда-то, как и я, прокачали себе задиру в надежде на то, что он будет хорошей пешкой. После неоднократных изменений в пвп, чувствует он себя, конечно, печально, играет только зеленый задира, и поэтому сегодня мы решили взять два вида задиры. Один это старый добрый желтый задира с зевсом, который играл давным-давно, колода с дриадой, то есть вот такой вот, и второй это зеленый задира, вот на нем будет играть Коля. Посмотрим, что, как получится, сколько простоит тот, сколько простоит тот, и разберем основную его проблему на волне смерти. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза, и будем начинать. До сих пор доначиваешь через игру? Фатальная ошибка! Совсем недавно разработчики поменяли интерфейс своего официального сайта с покупками, где вы при покупке получаете бонус к 10%. Я расскажу, как это делать правильно. Смотрите, есть сайт MarketMyGamesRuRuGames125, в принципе, домен вы этот видите сами, поэтому по этой ссылочке мы переходим. После чего у нас есть весь спектр того, что можно купить в этой игре. От платины до ядер, кристаллов, в принципе, пропуска. Если вы чего-то не видите, что вам надо, просто покупайте платину, и в игре у вас будет выбор купить это за платин. Поехали! Допустим, я хочу купить себе 200 платины. Допустим, я мужчина, я собрался, я нажимаю вам. Дальше, купить, пока что все просто. Далее, поддержите автора. Все максимально просто. Если вы хотите поддержать, если вам нравится моя творчество, вы вводите мое кодовое слово «АЛЕ». Так, это не так, вот так. Три буквы «АЛЕ». Дальше нажимаете «Активировать». Здесь показывает, что вы будете поддерживать меня, продолжить. Здесь вы можете подписать свой никнейм и написать любое сообщение, которое хотите, чтобы я увидел. Опять же, я буду на стриме, я это все дело увижу, и такой вот интерактивчик между подписчиками. Представлять на рассмотрение, и здесь у вас будет показано справа, что вы поддерживаете именно меня. После чего вы выбираете метод оплаты. Я, допустим, у меня iOS, вот этот вот мой ID. Продолжить и дальше способ оплаты. Банковская карта. Идем дальше, она прогружается. Вот моя банковская карта. Ввожу все данные, после чего у нас происходит оплата, в принципе. И я вижу ваше сообщение, которое вы хотели мне написать у себя на стриме. Все максимально просто. Пользуйтесь, потому что в игре этого бонуса нету. А здесь за те же самые деньги вы можете получить этот бонус. Всем заранее огромное спасибо, и увидимся уже в видео. Ну что, полетели. Играю я с амулетом роста. Ой, с амулетом проворности. Считаю, что это максимально правильный выбор. С учетом того, что амулет роста категорически уничтожен. И вот в таких вот мерш колодах, где может быть застак, очень плохо будет себя чувствовать. Надо определиться, как мы будем выставлять стол. С учетом тех точек, которые нам предложили. Поэтому вот этого задира даем сюда. Еще один задира пойдет у нас сюда. Так, бам. Меч я сразу скипаю отсюда, наверное, и оставляю так. По талантам, что я взял? Опять же, желтый задира, кружка. Потому что без кружки я не вижу варианта ни одного, как играть вообще в принципе на нем. Маны не хватает на волне смерти. Если мы доживем, особенно ее будет не хватать. Поэтому у меня есть два контрзака и мечи на очищение, на которых я рассчитываю. Также взял потасовку, потому что на волне смерти опять же начинается просадка. Которая будет приносить нам дискомфорт. А за счет вот этой вот потасовки, может быть, получится как-то, как-то более-менее вменяемо это все дефать. Так, нам надо поменять лысого. Так, вторая ведьма нахрен из точки Зевса. 15 арлик, я надеюсь, подсейвит нас от застака. И надо, чтобы по большей мере падали у нас дрядки. Если дрядки будут падать, все будет хорошо. Все будет хорошо! Нет. Так, один стак, уверенно. У Коли пока что тоже один. Играет он без кружки, он взял щит и взял фортуну. Потому что к зеленому задире можно позволить взять себе фортуну. Полетела кружка, полетели какие-никакие стаки. Так, это все, это мы проскиппали, хорошо. По мане, как вы видите, категорическая проблема, уже вторая волна. Так, делаем так, подсейвим сразу немножечко. Так, отлично, третья дрядка. Это можно сюда аккуратненько и сделать уже третьих. То есть, две точки зевса я занял, две обычных. И, скорее всего, вот в эту вот, в левую точку зевса я тоже хочу доставить задиру. Попробовать поиграть через пять, потому что... Слишком быстрый бой. Слишком быстрые бои. И сейчас добиться быстрого застака почти нереально. Поэтому сейчас я его попробую подставить сюда. И раскачивать. Отлично. Будем вот так, через них. Бам-бам. Пойдет. Пять задир, в две ведьмы, потом выставимся. Две точки зевса будут незадействованы, но... Лучше иметь стаки, чем иметь все точки зевса, заставленные задирами. Так, зевскачает. Легенда. Так, соединяем все рядом с ними, чтобы это получать. Золотые дриады пока что не падают. Так. Ну, как-то так. Как-то так пока что. Ману под ноль, застака нету. Поэтому, возможно... Блин, ну вот очень хочется вот в такую колоду иметь призыва. Но вот вместо чего его сюда засовывать? Вместо ведьмы? Ведьма дает колоссальное количество урона. Вместо дриады особо нельзя. Если мы убираем дриаду из колоды, значит мы должны выставлять только на зевсов. И там уже стаки как пойдут, так пойдут. Призыв дал бы намного больше жизни этой колоде. Больше стаков. Больше застаков. Всего больше. Вот, первая золотая. С учетом этой золотой мы должны сделать первого Т7 в любой точке. Ну, коли вообще великолепно. Вот, зеленый задир, если бы он не засыпал на волне, а мы дойдем до этого момента, и вы увидите, что он просто убивает условного пудинга, и все. И он уходит куда-то в спячку, в нереальную. Если бы он не засыпал, вот зеленый задир, а единственный задир, который бы играл реально. Так, надо убрать третьего задирку. Куда-то. Скипаем вот это. Вот это. Ну, по урону, кстати, с учетом того, что Коля играет со статуей. Ну, у него все равно больше урона. Да, в с учетом того, что он играет со статуей. Так, золотую пытается отобрать, как обычно. Не страшно. Ну, у него уже 12 стаков. То есть, нахрена стакать самому? Вот, мы пытаемся, думаем, как не застакаться. И в любом случае у нас меньше. Просто потому, что там фортуна дает маны. Фортуна дает слишком много. Для вот таких вот колод. Особенно 20-е и с монетой. И ты просто кушаешь утильщикам задир аккуратно. Они у тебя и растут. И стаки равномерно. На всех копятся равномерно. Поэтому это, конечно, круто. Так. Что-то амулет не особо хочет качаться. Одна ведьма как будто уже может остаться, я думаю. Перед темным нужен фулл стол, чтобы когда он вышел, желательно, он ни в кого не попал. Я как бы взял мечи на очищение, но, блин, доверия к ним нету. Какого-то прям, вау, доверия к ним нету, опять же. То есть, сюда 10% амулет. Пробужденные оставляем на всякий случай. Если попадет, будем чиститься им. Обосраться. Ладно, одного почистили мечом. Не зря, не зря взял. Как будто это было просчитано. Так, Т4 дрядка есть. Есть вот так. Есть вот так. Много всего летит. Пошли стаки, наконец-то. Пошел урон. Еще одна отряда нужна. Она все поправит. До первого огнедыка, конечно же, по понятным причинам. Но поправит же. Так, Т7. Бам, бам, бам. Делаем Т7 вот этого. Так, все, хорошо. Пошел урон. Урон нормальный. И три волны до волны смерти есть. По ведьмам 24 штуки. На самом деле это хорошо. С учетом того, что я ведьм почти не копирую, я копирую все, чтобы делать больше стак. По урону, блин, непонятно. У Коли слишком большие цифры. И это из-за фортуны. Там просто фортуна дает тот урон, который мы никак с зевцом не компенсируем. Рассчитывал я на еще одну золотую, но, к сожалению, не дало. Так, еще один темный. Контрзак почему-то не работает. К моему сожалению. Эти два типа не качаются. Темный щадит, хорошо. По глазам что? По глазам проблемы. Не вижу, чтобы где-то 10 было. Золотая. А куда ее? Кстати, можно вниз отдать. Можно аккуратно вот так вниз отдать и уже будет Т6. Будет полегче. У Коли 27. У нас максимум то, что я вижу, это 11. Зеленый задир отдает еще скорость атаки. Нажимаю. На всякий случай. Даю еще кружек, на всякий случай. Манапчик. Ну и под зевцом, конечно же, будет урон. Но зевц вечно работать не будет. 240 тысяч, хорошо. Амулет 17. Блин, а вот четвертого я уже не знаю, как убрать. Может... Отлично. Отлично! Отлично! Надо покопировать немного мечи. Так, ну слушайте. Шутки шутками, но немножечко мы разогнались. Немножечко урона мы разогнали. Ну, все. Конец. Братва, я запускаю второй ежемесячный розыгрыш на 2200 платины по кодовому слову. Для участия нужно зайти на официальный сайт MarketMineGames. Совершить любую покупку с использованием моего кодового слова «Оле». В комментариях к платежу указать свой ID-платформу. И результаты будут подводиться 21 сентября. Чем больше покупок совершено, тем больше шансов выиграть. 10 победителей будет по 220 платины. Это в два раза больше, чем в предыдущем месяце. Поэтому условия максимально простые. Это приятный шанс поддержать вас, так как вы поддерживаете меня. И, в принципе, сделать всем хорошо. Все, ребят. Всем удачи. Участвуйте. И переходим к видео. Урон разогнали, но вот глаза. А, кстати. Где-то 10, где-то... Неплохо, неплохо. Сейчас добьем. Главное, не отдавать Зевсане вовремя. Только тогда, когда надо. Вот сейчас. Неплохо. Для первого босса очень неплохо. Блин, надо четвертого убрать. Это очень хорошая точка. Все, смотрите. Основная проблема. На волне смерти нету маны. Мы не успели раскачаться до волны смерти, а на волне смерти сделать это невозможно. Ну, опять же, в силу того, что маны категорически мало. И вот я уже не могу кидать кружку. Успеваю нажать Зевса. Бам. Здесь хорошо. Так, замерзу вверх-вправо еще. Ведьма как-никак пока что помогает. Раз, два. Пошла кружка. Так, и нажимаем снова Зевса. Сейчас увидите на пудинге всю проблему задиры. Сейчас будет показательное. Смотрите. Бам. Все. Они убили основного. Я не знаю, почему это до сих пор не пофиксили. Они убили основного пудинга, после чего он разложился. И все. Они уснули. Они уснули без какой-то возможности дальнейших ударов. Это просто, не знаю, ужас. Волна смерти. Здесь все идет вот на секунды время. А тут такая хренатень происходит. Кстати, сейчас нас может подхилить. По урону убиваем быстрее. Если можете заметить. Что-то я не ожидал такого. Ну, я и до сих пор что-то в это не хочу верить. Почему мы убили это быстрее? Ну, ладно. Что, грех не радоваться? Может, это имба какая-то скрытая? Кинь кружку, чел. Нажать обязательно. Бам. Короче, я не знаю, почему мы тогда убили быстрее. Но сейчас что-то не быстрее ни хрена. Давай-давай-давай-давай. Хорошо. Нормально. Нормально. Я даже как-то ману пытаюсь экономить. Пошла кружка. И урон по обезьяне на 3.30. Нормальный. Терпимый. То есть. Блин, ну вот если было больше маны, можно было бы на этом играть. Ну вот клянусь. Посмотрите на этот урон. Он нормальный. Он не какой-то говняный. Тут просто два показателя. Нет маны и проблема задиры. Потому что это задира. Нажать, нажать, нажать. Прокачаться что-нибудь. Кружки. Кружки. Убить. Макака убили. Четвертая минута. Ну я еще кружку даю. Я не знаю. Все. Как бы. Они сейчас могут уснуть. И на этом все закончится. А нужна мана. Потом. А, ой. Бедлан. А, ой. А что делать? А кружки больше не полетят, да? Ну все. Мои ребята. Конец. Я так понимаю. Кого? Короче, где лысый? А, лысый у меня Т6. Обидно. Рассчитывал на него. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Побольше кружек. Может, как-то спасет меня, но... Но, хочу вам сказать, что 5 минут для желтого задира, я думал, будет хуже. Я думал, будет хуже. Честно говоря, я удивлен. Я удивлен. Добей. Это была бы нормальная пешка, если бы он как-то... Ну вот, исправить проблему засыпания. Исправить проблему засыпания. Играли мы... Я против куртки на урон. Сетовой, хорошей. И Коля тоже играл против куртки на хаст. Моей. Она тоже, как бы, очень сильно резала. Вот. Поэтому зеленый со статуей стоял почти на просадке. Мы с желтым тоже почти на просадке. 5 минут 3 секунды. Показатель относительно того ПВП, который сейчас, он неплохой. Но если буквально чуть-чуть доработать этого задиру, чуть-чуть, то можно будет им играть и с русалкой, и не с русалкой, с кем угодно, и с стойкой. Потому что даже на такой примитивной колоде я сразу простоял 5 и 3. Хотя вот на Барде я стою там 5.40, почти 6. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу задиры. Реально соболезную всем тем, у кого задира единственная пешка. Потому что вот с этим засыпанием реально очень некомфортно им играть. И будем ждать обратной связи от разработчиков. Может они как-то переделают волну смерти. Может как-то ману увеличат, потому что ман реально мало. Либо будут пешки подправлять, чтобы было играть комфортнее. На этом у меня все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем, кто пользуется кодом автора, также огромное спасибо. Вы очень меня этим поддерживаете. И увидимся в следующих видео. Пока, друзья.